Образование Образование – одна из приоритетных сфер развития в России. Сложно не заметить происходящие в ней положительные изменения. В первую очередь они коснулись инфраструктуры организации. В школах и детских садах организуют современные образовательные пространства. Здравствуйте! В эфире «Город живет» и с вами Мария Савохина. Мы продолжаем цикл программ, посвященных реализации проектов стратегического плана на Севере Житии. Сегодня поговорим об изменениях в области образования в Кировске. Модернизация сферы образования идет при мощной федеральной и региональной поддержке. Всего за несколько лет в городе открылось три центра образования «Точка роста». Каждый кабинет, каждый класс имеет свое назначение. Это и биология углубленная, изучение химии, физика, естественные предметы. И здесь распределение ролей было примерно следующее. То есть муниципалитет должен был подготовить кабинеты, отремонтировать их. В рамках федеральной программы областные коллеги помогли нам с поставкой оборудования. И в этом году огромную помощь оказала компания «Фусагра» в проведении ремонтных работ. Безусловно, это способствует более глубокому изучению предметов, насыщению школьной программы. И дает возможность в даже таких небольших населенных пунктах, как Титан, Кашва, Куки-Свумчор, для детей создать очень хорошие условия для реализации образовательных программ. Точка роста в школе номер два микрорайона Куки-Свумчор «Новичок» открылась в этом учебном году. Под образовательный центр здесь отведено три просторных помещения. В двух из них оборудованы учебные классы физики, химии и биологии, а также лаборатории естественно-научного профиля. Будут меняться образовательные программы именно по этим предметам естественно-научной направленности. И плюс будут введены дополнительные образовательные программы и курсы внеурочной деятельности. На ремонт помещений и закупку оборудования из федерального, регионального и муниципального бюджетов было выделено более 6 миллионов рублей. Финансовую поддержку оказала и компания «ФосАгро», которая ежегодно вносит весомый вклад в развитие социальной сферы в городе. В классах, на партах вместо учебников и конспектов – компьютеры и научные лаборатории. Оборудование, отмечают педагоги, уникальное, позволяет быстро и точно проводить исследования. Участвовать в образовательных программах и проектов будут не только старшеклассники, но и учащиеся начальной школы. В 2020 году в школе номер 8 «Титана» открыли «Кванталаб». Мини-технопарк – это единая образовательная среда основного и дополнительного образования. Через игру, увлечение, заинтересованность школьники повышают навыки владения компьютером, знакомятся с новыми технологиями, разрабатывают свои проекты и учатся. Она в целом повышает качество образования и расширяет его практическую направленность в совокупности с программой профориентации и более раннего определения детей с выбором профессии. В школе номер 7 города Кировска благодаря победе в конкурсе проектов открылась комната психологической разгрузки. Средств гранта – это 1 млн 250 тысяч рублей – хватило и на ремонт помещения, и на закупку необходимого оборудования. С проектом помогали педагоги и даже их семьи. Пространство площадью в 30 квадратных метров теперь разделено на несколько зон. Это и место для консультации детей и родителей, и уютный уголок для релаксации и снятия психоэмоционального напряжения. Ну а самое многофункциональное – это локация для проведения занятий и диагностики. Есть здесь и столы-трансформеры для работы с группой ребят, и два стола песочной терапии, как для индивидуальной, так и совместной работы с ребенком, и интерактивный стол с большой базой упражнений. Это получается четвертое лишнее наше упражнение, которое показывает, как развито у ребенка мышление, и как показывает, как развито, и в то же время оно его развивает. Но здесь много разных программ, правильно? Конечно. Здесь можно развивать и внимание, и память, и пространственные представления ребенка. А еще в рабочем компьютере педагога-психолога установлена программа, которая выполняет обработку диагностических исследований и, соответственно, высвобождает время для общения с учениками. Только в начальном звене школы их более трехсот. Чаще всего сюда приходят первоклассники, которые проходят сложный период адаптации. Второе. К сожалению, достаточно большое количество детей учится со статусом ограниченной возможности здоровья. И вот для таких деток, для деток с задержкой психического развития, для деток с тяжелыми нарушениями речи, тоже этот кабинет функционирует. В этом году в региональный проект преобразования пространства образовательных организаций «Арктикскуз» внесено ряд вновшеств. Теперь к нему подключились детские сады. Гранты на модернизацию получили два дошкольных образовательных учреждения «Кировская» и дети этому очень рады, да? Да! В детском саду номер один полностью отремонтирована группа. Приобретена новая мебель для детей – от стульев до кровати и шкафов в раздевалку. Сделан косметический ремонт. Даже напольное покрытие, двери и светильники новые. Назвали групповую ячейку «Радостное детство». Немало сил вложили и сами работники детсада. Оформление, включая эту стену, их рук дело. Мне понравились стены, медведи, рыбки, мне понравились крабики. Мне особенно также понравилась раздевалка, игрушки, столы и спальня. В новой спальне можно загадать желания. И девочки мне пообещали провести экскурсию, показать, где это и как это происходит. Пойдемте, показывайте. А это уже детский сад «Снежинка», поселка Титан. Всего за месяц музыкальный зал здесь изменился до неузнаваемости. Теперь это центр роста, сияния. Новое образовательное пространство разделено на тематические локации. За столами ребята могут рисовать, слушая при этом классическую музыку. Взамен инструменты еще советских времен установили новое электронное. Есть здесь также конференц-зона для проведения собраний и семинаров «Интерактивная доска». Зеркала выполнены в виде гор с подсветкой, которая меняет цвет. Перед ними ребята танцуют и поют. Еще одна новинка – интерактивное оборудование с большой библиотекой электронной анимации на разные темы. Можно, например, танцевать вместе с героями или изучать галактику. Это оборудование не только идет на пол, а также на интерактивную доску, на стены, на потолок, на окна. Впервые в этом году в региональном проекте появилось направление «Школьная теплица». Ранее эта практика была широко распространена в образовательных учреждениях Мурманской области. Один из проектов победителей – «Теплица» в 10-й школе поселка Кашва. Проходят здесь не только уроки. Организована научно-исследовательская проектная и внеурочная деятельность. Планируем сотрудничество с детским садом, позовем их в нашу теплицу тоже. И для нас это важно, может быть, в первую очередь потому, что все-таки школа отдаленная. И как бы мы ни стремились интегрироваться в учебное пространство города, не всегда это получается. И такое образовательное пространство, каким будет наша теплица, является уже, оно, конечно, поможет развитию, воспитанию сельских школьников. За лето обновлен весь тепличный комплекс. Отремонтирована крыша, учебные кабинеты и помещения для выращивания растений. Программа «Арктик Скулс» предполагает грантовую поддержку не только со стороны региона, но и участие муниципалитета. Вклад города – новый теплоцентр, система отопления, а также полная замена старых окон на стеклопакеты. На реализацию проектов по программе «Арктик Скулс» в Кировске направлено около 8 миллионов рублей из регионального и местного бюджета. В этом году в образовательных учреждениях Кировска на пластиковые заменили почти 250 старых деревянных окон. Программа реализована благодаря инициативе Андрея Чибиса, губернатора Мурманской области, и в соответствии с планом «На севере жить». Теперь в кировских школах не осталось ни одного старого окна. Большая работа ведется по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций. За счет регионального и местного бюджета в школы оборудованы системами видеонаблюдения, произведена замена автоматических пожарных сигнализаций. Необходимо сказать о капитальном ремонте школы номер 5, который был осуществлен за счет средств компании «Фосагра». На ремонт кровли, фасада, лестницы, на ремонт второго этажа были направлены средства в объеме почти 70 миллионов рублей. Сейчас эта школа соответствует всем современным требованиям к образовательному учреждению. Удивительно, но в рамках одной программы оказалось очень сложно рассказать о том, что происходит в наших школах и детских садах. Изменения наглядные, а есть не очень заметные, но безусловно важные. Пусть все идет на пользу детям, пусть им будет комфортно и интересно, и пусть качество образования растет с каждым годом. Город живет и развивается вместе с вами. Для вас это была Мария Савохина. До встречи!